Как и обещали синоптики, сегодня во второй половине дня в Чувашии начался сильный снегопад. Портал Яндекс.Пробки оценил ситуацию на Чебоксарских дорогах в 8 баллов. В городе множество мелких аварий. Будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим. Больница на колесах. В октябре в Чувашию поступили 5 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Благодаря им медицинскую помощь оказывают жителям малонаселенных заревень, которым раньше приходилось преодолевать километры, чтобы показаться врачу. От деревни Кельтисюль до ближайшего фельдшерского пункта 4 километра до районной больницы все 17. Сегодня врачи приехали сюда в полном вооружении и готовы принять всех жителей деревни. А их здесь 75 человек. Я сюда со своей матерью, которой скоро 89 лет будет, чтобы у нее проверили здоровье. И заодно уж и себе проверить у себя. Конечно, нравится. Это же здорово, это удобно, во-первых. Никуда не надо. В шказаны ездить, там в офис малый Бекших. А сюда раз пришли, да, проверились. Принимает фельдшер, анализы берет медсестра. Здесь могут оказать первичную медицинскую помощь, провести профосмотр, оценить здоровье детей. Имеется даже мини-лаборатория. Сегодня мы про обследование более 10 человек на этом автобусе. Население здесь имеет возможность измерить артериальное давление, проверить кровь на сахар, кровь на холестерин. Сразу же тест-полосками уже имеем результат и говорим пациенту, насколько его показатели в крови. В основном население страдает гипертонической болезнью, то есть у всех повышенное давление. Мы назначаем, как бы корректируем, даем подсказку, все-таки оказываем неотложную помощь. В маршруте мобильного медпункта все деревни Канажского района, где живет меньше 100 человек. Кроме этого, они заезжают и в более крупные деревни, где пока нет фельдшерско-акушерского пункта. Работают, пока не закончится очередь. Мы получили одни из первых и для обслуживания нашего куста. Это значит город Канажский район, значит Комсомольский район, Яльчики, Батрио. Для обслуживания населенных пунктов меньше 100 человек. К 2021 году планируется, что подобные мобильные пункты появятся в каждом районе в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта развития первичной медико-санитарной помощи. Ирина Волкова, Галина Титарчук, Алина Сусметова, Борис Андреев, Республика.